Всем привет, меня зовут Александр Голанцев, я занимаюсь табло в компании Bioconsult. Сегодня я вам расскажу о различных видах столбиковых диаграмм, которые можно сделать табло. На примере отображения прибыли и продаж в разрезе различных городов. Давайте так и сделаем. Мы приносим город, приносим продажи, переносим прибыль и делаем dual access. Также делаем все в формате барчарта. Давайте отсортируем по продажам и синхронизируем прибыль и продажи. Ну, как видим, у нас есть продажи составляют определенный, прибыль составляет определенный процент от продаж. Однако прибыль мы хотим, чтобы нам было в формате круга, но для этого нам необходимо уменьшить размер барчарта и увеличить размер круга. И следующим этапом мы хотим вписать значение получаемой продажи для того, чтобы иметь более наклядные значения. Давайте чуть увеличим. В таком формате сделаем. Вот. И теперь можем вписать необходимые значения прибыли. Переносим и отпускаем левую кнопку мыши. Давайте ее впишем в центр круга. И следующим этапом давайте добавим значение не в тысячах, а чтобы округлялось все до тысячи. Сейчас покажу, что имею в виду. Делаем вот таким вот образом. Номер кастом. Давайте мы ставим один из и тысячи. Вот в таком формате. И у нас все довольно удобно вписалось. Следующий этап по большому счету относится к тому, чтобы просто все настроить, чтобы все выглядело довольно красиво. Давайте добавим справа у нас значение. Они все сразу прописались. И давайте даже сделаем прибыль не в формате маржинальности абсолютной, а в формате рентабельности. То есть вам нужно подлить на сумму продажи. Вот. Только теперь здесь уже придется поменять формат. И сделаем его в формате процентов. Можем оставить либо так, либо все же как-то переделать. Давайте сделаем его белым цветом. Так. Не знаю. Пусть будет десятый шрифт. И белый цвет. Вот. Теперь у нас везде белый цвет. И везде есть необходимые подписи. Также мы можем оставить города там, где они есть. Тем не менее, давайте их только отформатировать немножко. Мы сделаем так, чтобы они находились слева. Можем вот так сделать. И теперь давайте уберем все они не нужны для нас подписи. Вот в таком формате. Есть одна проблема. То, что видите, здесь есть какое-то расстояние. Оно на самом деле плохо, что оно есть. И давайте сделаем ноль. Вот. Теперь стало все немного поудобнее и приятно смотреть. Давайте также скроем вот эту подпись. Скроем хедер вот здесь. и отформатируем в целом весь воркшит для того, чтобы убрать вертикальные и горизональные линии. Это делается вот таким вот образом. Row Divider мы так убираем. Column Divider мы так же убираем. И переходим в эти линии и убираем Grid Lines и Zero Lines. Вот. И также на самом деле можно еще сильнее увеличить различия между каждым городом. Чтобы стало еще удобней и приятнее смотреть. поскольку здесь городов достаточно большое количество можно сделать например топ 5 или топ 10. Это настраивается через параметр и делается через сет. Это все можно посмотреть в других видео. Давайте также еще настроим шрифт каждого города. Давайте мы сделаем 12 шрифт и полностью черный и выделенный. Ну и наверное все-таки 10 кегель. Вот в таком формате можно это все сделать. Давайте теперь перейдем к другому варианту. Это называется как BlueChart. Следующий вариант будет таков, что мы немножко перенесем прибыль вниз и сделаем так, что у нас будет все в одном варианте. Название города, продажи и прибыль. И все это в одном столбце. при правильном управлении все будет смотреться довольно красиво. так сделаем. Продублируем. Все оставляем так, как есть. Однако нам нужно заменить продажи и прибыль, то, что вот здесь находится, давайте их удалим, на Measure Values. Давайте мы их сюда перенесем. Тем не менее нас интересует лишь часть различных мер, поэтому давайте удалим ненужное и у нас теперь есть снова продажи и прибыль. Следующим этапом давайте сделаем так, чтобы у нас еще помимо для каждого города были определенные Measure Names. То есть если мы хотим, чтобы продажи были над прибылью, то давайте принесем Measure Names вот сюда. И как мы видим у нас разделились продажи и прибыль. Также давайте добавим новый расчет в формате единицы. Эту единицу мы будем использовать для того, чтобы вместо нее было бы название города. Давайте так и сделаем. Мы перенесем сюда название города. В данном случае нам нажимаем если не нужно. Лейбл мы перенесем самую левую часть. Цвет нас интересует вот так. И сделаем его полностью белым. Эти рамки конечно не нужны. Давайте их просто отключим. Вот. И последний этап это соединить все что необходимо. Вот мы делаем dual access и получаем. Следующий этап это просто необходимое оформление. Давайте так и сделаем. Там где у нас major values вкладка мы переносим major values и давайте еще перенесем только сумму 1 выберем и еще перенесем major names. опять таки мы добавим ее тоже в label. Вот. Теперь давайте все немножко настроим чтобы все смотрелось довольно приятно. Уберем major name снизу. Сделаем небольшой пробел. размер. Делаем вот так. Увеличим размер. А measure names сделаем в bold формате. Вот. Теперь у нас есть каждая подпись. Давайте прибыль и продажа приведемся к одному формату. Прибыль сделаем в формате automatic и у нас опять таки все показывается. И сделаем максимально справа чтобы у нас все было видно. Теперь давайте обработаем название города. увеличим его вариант до 12. Только не в header а в pane. Header мы потом скроем и поэтому нам не очень нужен. 12 давайте наверное даже 11 B и черное. Вот. Теперь мы можем скрыть все ненужные подписи и столбцы. Это делается с помощью отключения галочки show header и делается это везде. Название этого графика в общем-то можно оставить как bar chart давайте только назовем bar chart и все приведем ну при желании естественно можно добавить какие-то другие варианты и изменения того как все выглядит. Последним вариантом будет разница в размерах bar chart для прибыли и продаж на самом деле он больше похож на более chart который мы рассматривали первым поэтому давайте его и продублируем вот здесь мы будем использовать вместо круга вместо круга мы будем использовать bar chart и как видим у нас все совместилось это к сожалению не очень хорошо давайте мы немножко их разделим и вот сделаем все в таком варианте вместо рентабельности давайте будем считать прибыль в таком вот формате и по большому счету все что хотели мы сделали осталось только принести название города там где у нас находятся продажи но по большому счету можно оставить и так давайте мы принесем сюда только поставим город чуть выше принесем его давайте все сделаем ровно посередине и город сделаем выделим просто вот таким образом мы получили но осталось только скрыть вот эту часть таким образом мы получили три разных варианта демонстрации того как все может выглядеть по большому счету все определяется конкретными данными и конкретными задачами то есть мы сделали более чарт с формате рентабельности к кружка бар чарт с различными вариантами прибыли и продаж в абсолютных значениях и бар чарт соотношения различных городов в формате наложения друг на друга где прибыли и продажи находятся друг напротив друга скорее всего последний вариант подходит там где немного значений то есть у нас их многовато и желательно чтобы все помещалось на одном графике самый оптимальный как мне кажется для нас это первый или второй вариант всем спасибо за внимание спасибо Продолжение следует...